Жизнь у птиц в Уэльсе кажется замечательной, но чем не рай, а вот чем. Птицам приходится трудиться от рассвета до заката в поисках пищи и воды, а кто не находит, тут гибнет. Они борются со стихией. Выживать, особенно зимой, совсем непросто. С весны они воспитывают потомство. Они должны как-то уживаться с нами и приспосабливаться к существованию в нашем искусственном ландшафте. В этом цикле передач я собираюсь выяснить, на что похожа жизнь птиц в Уэльсе. Я покажу вам самые разные виды, обитающие здесь, и попытаюсь проникнуть в тайны их жизни. Тайная жизнь птиц Птенец ласточки ждет, когда же его покормят. Пока что его кормят родители, но вскоре он совершит свой первый большой перелет в Африку. Лето он прожил на этой ферме в Колвин-бэй. Всего пару недель назад он сидел в гнезде, соперничая с другими птенцами за кусок побольше. Эти птенцы росли по соседству с людьми, наблюдая за ними и за их домашними животными. Взрослые птицы знают, что подобное соседство не опасно. Как и множество других птиц, эти ласточки научили жить бок о бок с людьми. КОНЕЦ Сегодня я расскажу вам о том, как птицы используют ландшафты и постройки, создаваемые человеком, а также вещи, которые мы выбрасываем. Живущие по соседству В городах Уэльса птицы чувствуют себя как дома, и люди давно привыкли к этому. Мы почти не замечаем друг друга. Эти черные дрозды дерутся за территорию в парке Нью-Тауна, но никто даже внимания на них не обращает. Раннее утро в Бьют-парк, Кардив. Королёк выискивает насекомых в листьях плюща. И мы даже не задумываемся, что эта красивая птица – полноправный городской житель. Рядом с главной дорогой в западной части Пулхели можно наблюдать фантастическое шоу. Здесь поселились цапли. Непривычно видеть гнезда цапель так близко, да ещё в центре города. Обычно они гнездятся на верхушках самых высоких деревьев, но сейчас устроились пониже, в пивах. Красная верба уже распустилась, я вижу, соцветия. Сейчас самое начало апреля, и кое-кто уже кормит птенцов. Значит, яйца они откладывали в середине февраля. Это очень рано. Мне нравятся цапли. Есть в них что-то первобытное, что-то из далёкого прошлого. У них какой-то доисторический вид, и любоваться ими сплошное удовольствие. В голове не укладывается, что такие огромные птицы, больше метра в высоту, вьют гнёзда на деревьях. Я всегда думал, что они гнездятся в зарослях тростника, но нет. Они выбирают верхушки деревьев. Но самое удивительное, что весь их брачный период можно наблюдать от начала и до конца. Мне очень нравится их ритуал ухаживания. Каждый раз, когда одна из цапель возвращается в гнездо, вторая её встречает. Напомню, всё это происходит в самом центре Пулхели. Их птенцы выглядят удивительно взъерошенными. Из всех птиц Уэльса у цапель самый долгий брачный период. И, наверное, это одно из лучших зрелищ в Уэльсе, за которым можно следить 4 месяца. С марта по июнь. Особенно здорово, что птицы не боятся людей. Но самые интересные события из птичьей жизни нередко происходят рядом с домом, на заднем дворе. Этот чудесный сад находится в Пентрир Бэрд, рядом с Уэлшпулом. Здесь собрана сказочная коллекция цветов, деревьев и кустарников. Прекрасное место как для людей, так и для птиц. Обычно, говоря об искусственном ландшафте, мы представляем среду, в которой будет неуютно жить птицам. Но это не всегда верно. Возьмем, к примеру, сад. Вот растет яблони, и когда яблоки поспеют, птицы слетятся на них. Цветы, кустарники, деревья – все они привлекают насекомых, которыми питаются птицы. И птицы устроят тут гнезда и будут жить. В каждом саду есть лужайка, где можно добыть земляных червей и личинок. И даже такие лесные птицы, как черные дрозды и малиновки, прилетают в наши сады, потому что здесь им нравится больше. Это идеальный дом для лесных птиц. Некий аналог птичьего рая, где все необходимое собрано в одном месте. Даже растениям, которые мы выращиваем, птицы находят подходящее применение. Это сады Грегина Кхолла возле Нью-тауна, графства Пойус. Рядом с центральными лужайками посажены привозные хвойные деревья. Хотя они всего 200 лет как появились в Уэльсе, некоторые из местных птиц уже оценили эту экзотику по достоинству. Перед вами не просто дерево. Это гигантская секвоя или Виллингтония. Точь в точь такая же, как гигантские секвои в Калифорнии. Ей всего лишь 150 лет, еще расти и расти. Ее кора уникальна, плотная и мягкая одновременно. И обычная лесная птичка не откажется укрыться под ней в морозную зимнюю ночь. Для этого ей нужно выдолбить небольшое дупло, забраться в него на ночь, а утром просто улететь прочь. Но если мы хотим все это увидеть, нужно вернуться сюда, когда стемнеет. А вот и она, пищуха. Птичка выдолбливает мягкой коре дупло, прекрасно понимая, что это надежное укрытие от любой опасности. Вот она уже целиком внутри, а наружу торчит только кончик хвоста. Но она знает, что ни одна пролетающая мимо сова не заметит его, ведь ее перья идеально сливаются с корой. Вот таким уютным может быть место птичьего ночлега. Здания дают птицам массу новых возможностей. Галки гнездятся не только в скалистых горах или дуплых деревьев, но и в дымоходах. Зимой дымоходы имеют дополнительный бонус. Они теплые. Часто можно увидеть галок, греющихся возле них в зимний день. Это бетус и койт. Голуби гнездятся в небольших, уютных расщелинах. Архитектурные элементы стен замка Раглан кажутся им удобным местом для гнездовья. Раньше, когда замка не было, голуби селились на прибрежных утесах. Но ниши в зданиях оказались более безопасным местом для выведения птенцов. Птицы живут в человеческих постройках по всему Уэльсу. Высоко в черных горах западного Уэльса городские ласточки лепят свои гнезда под карнизом этой водонапорной станции. В природе они строят их на крутых горных склонах. Это здание в горах – идеальное место для ласточкиных гнезд. Тем более на таком открытом пространстве. Заброшенные дома птицы также не оставляют без внимания. Обычно это полуразрушенные здания со множеством укромных уголков, куда им легко забраться. Этот дом стоит на сельхозугодиях возле Аберговини. Чудесный старый сарай. Люблю такие. Он стоит на углу поля и давно заброшен. Он утонул в зарослях крапивы, листве деревьев и, с одной стороны, полностью увид плющов. Птицы обожают такие места. Они укрываются в них от ветра, дождя, иногда даже от солнца. И устраивают здесь гнезда. Отличное место. Внутри множество уютных уголков. Один из видов птиц особенно любит такие места. Это сипуха. В природе они селятся в дуплах деревьев и горных расщелинах. Но для этой семьи устроено специальное гнездовье в полуразрушенном амбаре. Это один из способов увеличить популяцию сипух в Уэльсе. Мы снимали их в инфракрасном свете в полной темноте, чтобы не потревожить. Птенцов пятеро. Им около восьми недель, и они вот-вот покинут гнездо. Это правильно, ведь они уже выросли и окрепли. Должно быть, еды в окрестных полях предостаточно. В трудные годы выживают лишь сильнейшие из птенцов. Они получают больше корма. Немощные вымирают. Но в этом году все сложилось хорошо. Один из родителей, похоже, самец, принес полевку. Он отдает ее самке, а та уже кормит птенцов. Вот уже сотни лет фермеры всячески привлекают на свои поля сипух, поскольку тени дают здешним грызунам разгуляться. На Мамблспир через пролив Суонси гнездятся чайки, тоже оценившие достоинства современной архитектуры. Это маевки, и они живут тут с поздней весны и до осени. Здесь их точно не меньше сотни. Вряд ли еще где-либо в Уэльсе можно так близко наблюдать за маевками. Обычно эти птицы никого к себе не подпускают, но, очевидно, не на Мамблспир. С точки зрения птиц, это самый обычный утес. Изолированный, безопасный, вокруг моря богатой рыбой. Они находят материал для своих гнезд прямо в воде. Те же водоросли, хотя некоторые чайки побывали на суше, и гнезда у них высланы мхом. И если уж на то пошло, этим птицам живется лучше, чем их собратьям в диких колониях, которые я наблюдал в Пембрэкшире и Англси, потому что там бывают сильные ветры и жестокие штормы. А здесь, в Суонси-бэй, тихо и спокойно. А какой пейзаж! Взгляните туда. Это Суонси. Путь я, маевка, обязательно поселился бы здесь. Маевки стали прилетать сюда лет 20 назад. Постепенно они поняли, что это безопасное место, и птенцы, выросшие здесь, снова сюда возвращались, с каждым годом увеличивая популяцию. Английское название маевки, Китти Уэйк, передает ее характерный пронзительный крик. Всю зиму маевки летают над морем, а весной начинают строить гнезда, используя все, что для этого сгодится. Стройка прекращается тогда, когда вылупляются птенцы, которых постоянно нужно кормить, и ни на что другое времени уже не остается. Самец непрерывно подкармливает самку, пока та высиживает яйца. Обычно у самки два яйца. В отличие от природных скал, этот волнорез дополнительно защищает маевок от постоянного внимания таких хищников, как леса. А присутствие людей еще больше, снижая число желающих нарушить птичий покой. В порту Холлихэд в Ангелсе еще один вид птиц извлекает выгоду из соседства с человеком. Трудно себе представить среду более далекую от естественной. Это чистик. Красивая и довольно редкая птица. Обычно она гнездится в расщелинах скал. Есть только одна дикая колония чистиков во всем Уэльсе и тоже в Ангелсе. Эти птицы вместе с парой в Фишгарде – единственные чистики в Уэльсе, которые выбрали для жизни искусственный ландшафт. Всего здесь две пары чистиков, и обе они живут в отверстиях в стене причала. Эти дыры глубже и надежнее, чем те, что бывают на побережье. Просто идеальное место для них. В гавани полно еды, чтобы выкормить птенцов. Птицы приспосабливаются к любым искусственным сооружениям. И те из них, что родились и выросли в городе, используют все, чем богат городской пейзаж. Просто невероятно, как животные умеют адаптироваться. Мы в самом центре Кардифа, и, похоже, эта пара лысух решила свить здесь гнездо. Вот торчит металлическая решетка, куча веток в перемешку с пластиком, но взгляните на это глазами лысух. Здесь все, что им нужно. Достаточно еды, есть растительность, значит, будет много насекомых. У них есть место для гнезда, а в случае опасности они могут улететь и спрятаться в этих зарослях у воды. В некотором смысле этот вариант для них предпочтительнее, чем сельский пруд. У них большое гнездо, которое они еще достраивают. Лысухи добывают корм под водой и там же берут материал для гнезда. Для них это идеальное место. В природе они предпочитают речку, озеро или пруд, где есть поваленные деревья или растения в воде прочно держатся за грунт. Здесь же ключевую роль играет металлическая решетка, которая прикреплена к дну канала. Пластиковая бутылка может стать дополнительной опорой. В конце концов, получится гигантская свалка, которую они будут ревностно защищать. Хотя гнездо и находится в самом центре города, оно достаточно надежно спрятано от людей. Мало кто рискнет полезть в воду. Единственной опасностью остаются хищные птицы, чайки и цапли. Отложив яйца, которых бывает до десятка, самка обычно прячет их, укрывая сверху травой. Искусственный ландшафт часто пробуждает у птиц изобретательность. Мы на реке Лерри, возле устья Дифи. Железнодорожный мост Кэмбриан, переброшенный через реку, соединяет Макинлет и Аберистуит. Ворон можно встретить повсюду в Оэльсе, но здешние птицы особенные. Они выяснили, что у железной дороги есть множество плюсов. На мелководье они собирают мидий. Вообще-то клюв у ворон не приспособлен для того, чтобы открывать створки раковин. Но они нашли выход. Они бросают раковины на рельсы. Такое поведение не только демонстрирует их интеллект, но и показывает, как виртуозно птицы учатся применять все, созданное людьми. Пустильга, наблюдавшая за этим, кажется, находится под большим впечатлением. Почти всему, что создает человек, находит применение не один, так другой вид птиц. И все, что мы выбрасываем, птицы тоже используют. Шесть часов утра. Чудесное раннее июньское утро. Кардив просыпается. У чаек день начинается с рассветом. Они уже летают вдоль улиц, выискивая, чем бы полакомиться. Такое можно увидеть только в начале лета. В районах Риверсайд и Грейнштаун сегодня убирают мусор. И все чайки слетятся сюда, чтобы покопаться в нем в поисках съестного. В основном это крупные клуши и серебристые чайки со светло-серыми крыльями. Иногда раздачи командует клуша, а иногда серебристая чайка. Но всегда есть птица, которая руководит другими, как только пакет открыт. Вот эта серебристая чайка сейчас ясно дает понять, кто здесь главный. Муниципалитеты и жители города недолюбливают чаек. Слишком уж много беспорядка они производят. Можно любить их или нет, как чаще и бывает. Но в конечном итоге они просто приспосабливаются, стремясь получить от жизни все необходимое и, желательно, побольше. Сейчас очень важное время – пуздняя весна. Эти чайки едят намного больше, чем нужно. Но для этого у них есть веская причина. В разгаре брачный сезон. И город – прекрасное место, чтобы свить гнездо. Плоская крыша посреди промышленного района в центре города стала для них идеальным домом. И до мест кормежки недалеко. В поисках пищи чайки взлетают и приземляются от рассвета и до заката. И возвращаются к своим птенцам с клювами, полными еды. На этой плоской крыше 50, а может, 60 пар чаек. В основном это клуши. Несколько серебристых чаек встречаются то тут, то там. Крыши сейчас в точности напоминают полоску суши. Она похожа на прибрежный пляж. Здесь им ничто не угрожает. Лиса, кошка или собака не смогут сюда забраться. Птицы похожи на городских стервятников, сидящих в центре Кардифа. Они умны и знают, когда, в каком районе собирают мусор. И тогда настает их черед. И они потрошат все мусорные баки в поисках еды. У каждой пары чаек есть свое место на этом импровизированном насесте. И хотя их птенцам не угрожают хищники, остается угроза со стороны других чаек. Если взрослые птицы сорвутся со своих мест, то велика вероятность, что другие просто убьют их птенцов. Такое множество чайек в городе можно увидеть только в брачный период с апреля по август. В остальное время они заняты поиском пропитания. Возможно, чайки не самые изысканные представители птичьего мира, но их уму надо отдать должное. Птицы – совершенно особые создания. Они умеют многое из того, чего не умеем мы. Благодаря разнообразию ландшафтов в Уэльсе, мы видим фантастическое количество видов птиц, и каждый из них занимает свою нишу. В следующей серии я расскажу вам о том, как разные виды птиц приспосабливаются к разным условиям жизни в Уэльсе, и на какие ухищрения они для этого идут. Программа к показу подготовлена компанией «Эсдиомедия». Перевод Татьяны Заблодской. Текст читал Роман Антонович.